здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я вам расскажу абсолютно без проигрышную стратегию вроде бы вот эта стратегия мартингейла вот но для начала я расскажу о том откуда это вообще все произошло дело в том что когда разрабатывалась теория игр всякие теории вероятности и в самом начале этого дела биржи всякие так далее но трейдеры обратились или там игроки к математикам для того чтобы рассчитать а если вообще например выигрышной стратегии и вот мартингейл задумался и как и все ученые но для начала что делают сначала максимально упрощают задачу чтобы все было максимально просто и понятно это швейцарский франк 5 швейцарских франков мелочи из разных моих путешествий вот и смотрите вот монетка да у у монетки есть два положения орёл или решка мы подбрасываем эту монетку она падает и выпадает что либо орёл либо решка предположим что орёл это единичка например решка это 0 то есть максимально упрощаем. Вы понимаете, что когда мы подбрасываем монетку, предполагаем, что на ребро она никогда не упадет, поэтому вероятность выпадения орла или решки абсолютно одинаковая, предполагается 50 на 50. Да, и предполагаем, что мы делаем какую-то ставку, сколько-то рублей, и если мы угадали, то есть если единичка, то мы выиграли эту ставку, если 0, то мы ее потеряли. Переходим к табличке Excel, моей любимой. Смотрите, вот я сделал табличку. Вот мы берем и сколько-то раз подбрасываем монетку. И абсолютно выигрышная стратегия. Смотрите, если мы подкидываем монетку и выпадает единичка. Да, ставка 1 рубль. Мы делаем ставку 1 рубль. Мы кидаем монетку, выпадает единичка. Что у нас в выигрыше? 1 рубль. Вот здесь выигрыш. Здесь стоит формула. Вот вы видите, if b2 равно единичке, то c2, то есть, если здесь единичка выпала, то мы выиграли ставку, а если здесь 0, то мы проиграли ее же. То есть, смотрите, если мы... А здесь вот накопительный наш выигрыш. Если выпала единичка, то мы выиграли рубль. подбрасываем еще одну монетку. Еще раз монетку. Если выпала единичка, то мы выиграли еще рубль, и всего наш выигрыш 2 рубля. Еще раз подбрасываем монетку ставкой рубль и подбрасываем монетку. Если выпала единичка еще раз, то соответственно еще рубль мы выиграем, мы уже 3 рубля выиграли. Вот. Такая простая... Такой простой алгоритм. Хуже начинается, если мы подкидываем монетку и выпадает 0. Смотрите, что происходит. Сейчас я убираю все это. Вот. Мы делаем по-прежнему ставку единичка и подкидываем монетку и получается 0. Что у нас получается? Минус один наш выигрыш. Что мы делаем? Для того, чтобы отыграть, мы удваиваем ставку. Делаем двоечку. Вот. И мы ее подбрасываем. Если получается единичка, то мы выигрываем 2 рубля и вычитается предыдущий рубль, который мы проиграли на предыдущем шаге, получается у нас в сумме рубль выигрыш. Мы выигрыши. То есть мы кинули монетку два раза, первый раз выпал 0, мы проиграли рубль, потом мы сделали ставку 2 рубля, подкинули, мы отыграли свое, вернули и выигрыши остались. Теперь, если у нас все-таки 0, то мы уже проиграли не рубль, а еще 2 рубля, то есть суммарный проигрыш у нас 3 рубля, поэтому, чтобы отыграть это дело, мы делаем ставку в 4 рубля и снова подкидываем. Если у нас единичка, вы видите, у нас выигрыш рубль, вот он. Ну, а если 0, то у нас проигрыш 7 рублей, ничего страшного, мы делаем ставочку уже 8 рублей. И, соответственно, если у нас 0, то минус 15, если рубль, то если единичка, то рубль мы выиграли. Ну, давайте я еще продолжу. Значит, если здесь 0, минус 15, мы видим, да, то, соответственно, мы делаем ставку в 16 рублей, если здесь 0, то у нас минус 31 рубль, если 1, то плюс 1 рубль. и таким образом мы всегда выиграем свой рубль, когда выпадет первая единичка. Мы играем до первой единички. После того, как единичка выиграла, мы делаем ставку рубль и подкидываем. Если у нас 0, то значит, следующая ставочка у нас 2. если значит здесь 0, то у нас уже значит опять проигрыш. Здесь ставим 4 ставка и у нас раз единичка выпала. Посмотрите, мы опять выигрыши и что получается в результате. Вот у нас выпало за все время 2 единички и мы выиграли 2 рубля. То есть при первом же выпадении единички мы получаем рубль свой законный. Он у нас гарантирован абсолютно. И так можно играть до бесконечности. И мы до бесконечности будем выигрыши. Вот в этом заключается метод Мартингейла очень простыми словами. То есть смотрите, но когда мы подкидываем монетку когда-нибудь точно же будет орел, да? И когда-нибудь мы точно будем выигрыши. То есть мы наверняка будем выигрыши, если будем каждый раз удваивать ставку. В чем здесь проблема? Смотрите, вот мы кидаем так, ну и действительно получается, вот здесь вот мы кидали смотрите раз, два, три, четыре, пять. Мы пять раз подкидывали монетку до первой единички. Но согласитесь, что вероятность того, что выпадет пять раз ноль, она в общем-то очень-очень маленькая. Пять раз подряд ноль выпадет. Но в чем проблема? В том, что эта вероятность не нулевая. И получается, что вот смотрите, предположим, что ноль выпал. У нас минус 31 рубль. Мы должны ставить 32 рубля уже. И выпадает ноль. Мы ставим 64 рубля. Выпадает ноль. Вообще невероятная ситуация. Понимаете? Выпадает ноль. Мы ставим сколько рублей? 128. Чтобы ну как бы выпасть. И чтобы заработать один рубль, мы ставим 128 рублей. Но у нас опять ноль. Минус 255. Ставим 256 рублей. Смотрите. И опять выпадает ноль. Минус 511 рублей. Ставим 512. 1212. И у нас опять выпадает ноль. Следующая ставка должна быть 1024 рубля. Понимаете? А если у нас нет этих денег? А у нас всего 1000 рублей. У нас 1000 рублей. Понимаете? Если и мы ставим сколько? А мы уже проиграли. У нас уже минус 1024. Все. Мы все проиграли. Нам нечего ставить. И на этом игра наша закончена. Финита ля комедия. Для того, чтобы выиграть, мы должны поставить уже 1024 рубля. Где мы их найдем? Да где угодно. Мы можем в кредит влезть. бамс и опять ноль. И мы уже 2048 должны рублей поставить. 2048. Ну то есть вы понимаете, да? Вот. И вот что у нас здесь? Здесь у нас степени числа 2. И давайте я тогда продолжу. Вот здесь вот степени числа 2. 1 2 3. вот а здесь степени числа 2 будут. Так. Ну здесь я 2 поставлю, да? Здесь поставлю плюс 2 умножить на вот это число. Вот. Ну и соответственно я тогда могу вот это вот все просто взять и продолжить. Вот так. Посмотрите. Ну уже нетрудно увидеть, что здесь получается веселая вещь. То есть на 20 раз мы уже должны поставить миллион рублей для того, чтобы с лишним, для того, чтобы выиграть всего 1 рубль. Всего 1 рубль. Вероятность того, что выпадет 20 раз 0, она минимальна, но она существует. Вот. И если мы играем, например, вот 20 циклов, например, да? Сколько тут? Да, 20 циклов. Вот. Мы играем миллион раз. И мы миллион раз выиграли, например, по рублю, и мы заработали, у нас был там, например, миллион рублей, миллион раз мы играли, да? Мы заработали по рублю миллион раз, но никто нам не гарантирует, что миллион первый раз не выпадет 20 нулей подряд. Вот в чем дело. Из миллиона раз, хотя бы раз, по теории вероятности, должен выпасть, должно выпасть подряд 20 нулей. Есть такая вероятность, понимаете? Вот в этом весь минус теории Мартингейла. То есть, смотрите, мы наверняка выигрываем, но для того, чтобы выиграть наверняка, мы должны обладать неограниченным депозитом. И мы должны рисковать, при этом минимальной суммой. Вот. А о том, как применить метод Мартингейла к фондовому рынку, там все намного интереснее. Почему? Потому что, смотрите, здесь есть все-таки ограничения, ну, то есть, здесь нет ограничения, здесь мы можем сколько угодно кидать, и сколько угодно подряд может выпадать ноль. но на фондовом рынке колебания ограничены. Вот в чем дело. И мы можем на этом играть. Но если, например, мы возьмем евро к доллару, то не может курс евро к доллару упасть до нуля. Не может, просто физически, потому что евро это валюта, и она кое-что стоит, потому что это валюта конкретной страны. Доллар тоже валюта конкретной страны, и она не может упасть до нуля, но на 50% она может упасть, и здесь можно играть, конечно же. И вот на методе Мартингейла основано очень-очень много алгоритмов, которые дают небольшую, но стабильную прибыль. И как это сделать, ну, наверное, я расскажу в следующем видео о том, как характерно выглядят эти графики, которые работают по каким-то вариациям метода Мартингейла, они очень красиво выглядят, но заканчиваются всегда одинаково. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий.